Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вот так выглядели окна до реставрации. Сейчас я расскажу про то, как можно дешево восстановить, отреставрировать старинные окна и двери в квартире. Именно старинные, так как дом, в котором мы живем, одесский дом в бельгийской постройке, был построен в 1916 году. Размеры дверей. Две двери из прихожей в комнаты. Высота 260 см. Состоящая из двух половинок по 60 см. Всего ширина 120 см. И простенок 75 см, выложенный тоже деревом. Третья дверь межкомнатная, с теми же размерами, но без простенка. Размеры деревянных окон. Со ставнями. Высота 200 см. Ширина 1 метр. Каждая ставня по 50 см. Что мне понадобилось для работы? Респиратор. Перчатки. Строительный фен. Бавария. Отличная вещь. Стоил 15 долларов. Но я с ним очистил около 45 квадратных метров деревянных поверхностей. Шпаклевка и шпатель. Кисть и валик. Белая краска Farbex. Очень хорошая краска. 20 долларов за 3 литра. В такой вот банке. Я использовал 3 банки 9 литров. Очень хорошая краска. Вот так ремонтируется окно. Снимается рама. Вытаскивается стекло. Дерево очищается. Красится. И затем вставляют стекла обратно и ставят на место. Феном очень хорошо снимать краску. Особенно с рельефной поверхности. Шлифуем очищенную от краски поверхность. Наждачкой. Дерево очень высокого качества. После этого шпаклюем и ровняем тонкой наждачкой. Так выглядит процесс покраски. Перед покраской обязательно всю поверхность надо помыть с мылом. Вот так выглядит уже покрашенная ставня. Так выглядит свеже покрашенное окно. На окнах сохранились все старинные металлические части. Навесы, засовы, ручки, шпангалеты. Все из кованого железа. Все это я очистил и поставил назад. Сохранился даже стопором там вверху для форточки. Таким образом, получились старинные деревянные окна со всеми атрибутами. Стальни закрываются вот так. В основном, они выполняют декоративную функцию, но иногда нужны. Теперь посмотрим, как вылетят двери после реставрации. Это межкомнатная дверь. А это дверь из прихожей в комнату, со стороны комнаты. Теперь со стороны прихожей. Это вторая дверь из прихожей в комнату. Так она выглядит со стороны прихожей. Так, внутри простенка. Да, так строили раньше. Вот так она выглядит со стороны комнаты. Точно так же можно реставрировать и другие вещи, ценные, как память. Например, этот аптечный шкафчик, которым пользовались наши прабабушки и прадедушки. Зачистка наждачкой и лакировкой, как новая. На этом с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До новых встреч. До свидания.